Встреча с Славяно-Севского района Населенный пункт Славяно-Севск Так можно сказать, 26 числа в 7 часов утра Был обстрелен населенный пункт поселка Славяно-Севск Частично было повреждено около 6 домостроений Жертв среди мирного населения, слава богу, нет Населенные пункты, которые расположены вблизи Славяно-Севска Такие как Пришип, Знаменка, отделом по обеспечению жизнедеятельности Осуществляется доставка дров, так как у людей печное отопление Осуществляется, если были повреждения, восстановление по возможности Ну а также есть перебои с электроэнергией Но специалистами нашего РЭСа в дневное время, подчеркиваю Стараемся эти проблемы все устранять В поселке Пришип сегодня проживает только 6 малышей По милости украинской армии, теперь они учатся в славяно-сербской школе Ежедневно им приходится добираться туда по единственной дороге Связующей населенный пункт с более спокойными от артиллерийских обстрелов ВСУ городов республики Это маршрутное транспортное средство, к которому люди ежедневно добираются Как с Основосерска, может быть и с Алчевска Вы видите, сзади меня находятся дети, которые возвращаются из школы К себе домой в свой, так сказать, родной населенный пункт Люди живут В этом селе еще остались уцелевшие дома Хозяева их не оставляют, несмотря на постоянные обстрелы Два раза в неделю, по средам и пятницам Для них работает автолавка Магазин разрушен Жители других прифронтовых поселков знают, каково это – ждать приезда автомобиля с продуктами Корреспонденты пресс-службы народной милиции не могли пройти мимо открытой двери этого здания Местная библиотека И кто бы в нас не стрелял, убить культурное наследие Донбасса невозможно С этой стороны были выбиты окна Они, как раз видно, осколок попал вверх и на низ Нижнее окно было выбито полностью Так что при нам приезжали, ремонтировали Не бросили библиотеку? Нет, нет, не бросили Нам помогли, у нас и двери были поломаны здесь Помогли и двери восстановить, и окна постеклить Да, и лампочки нам постоянно дают, не обижают нас Ну, фонд сохранился, фонд сохранился, нигде ничего не пострадало Единственное, что он – трещат стены от того, что постоянно взрываются снаряды и лопаются стены Обсыпется штукатурка Вот такие вот у нас Немножко об инвентаре Какой книжный фонд в библиотеке? Пять тысяч Пять тысяч С небольшим хвостиком В условиях военного времени и поселка, находящегося на передовых позициях, литература вообще востребована? Вы знаете, читают, читают очень В зимний период хорошо читают люди Не узнать славяно-сербский район Помимо поселков, ВСУ старательно уничтожали учебные, медицинские и другие учреждения Полностью разрушены детские оздоровительные комплексы На территории славяно-сербского района ранее находились два оздоровительных детских комплекса В одном из них мы сейчас находимся Расскажите, в каком они состоянии? Да, на территории славяно-сербского района до начала боевых действий расположено два детских оздоровительных центра Название Гагарина и Спутник Были попадания, осколочные, прямые попадания Разрушена, можно сказать, почти полностью инфраструктура На вот этом месте, где мы сейчас находимся, проводилась дискотека Здесь детки танцевали, отдыхали Справа от меня футбольное поле, столовая В этот детский оздоровительный комплекс приезжали детки, можно сказать, из всей Луганской области Зимняя стужа не помеха для обстрелов украинскими военными мирных городов и поселков республики Принятый в Киеве закон о реинтеграции Донбасса Не преграда для геноцида собственного народа Именно в таких условиях сегодня выживают труженики молодой республики Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok